Я призвал остановить эту преступную войну, преступность против наших граждан и вести прямые, без посредников переговоры с Азербайджаном. У Армении есть один единственный союзный, который может быть Азербайджаном. Армения изначально, при том все правители Армении, они до июля признали территориальную целостность Азербайджана. И целые 30 лет наши власти, наши все публичные фигуры, там позиция, оппозиция, не знаю кто, обманывали граждан Армении. Даже в этом признался, по-моему, 10 ноября Николд Пашинян. Он говорит, когда я познакомился с документами переговорного процесса, я видел, что нам уже больше никак крутиться. Крутиться, крутиться. Он так и сказал. То есть, все эти долгие 30 лет Армения крутился. Выкручивался. Выкручивался, да. Армения выкручивался. Ну, почему меня объявили власти, почему меня объявили предателем? Почему? Потому что единственный человек, который не подчинился казарменного режима по линии армяно-азербайджанского конфликта. Вот мы видели на видеорепортажах эти грузовики с имуществом этих людей. Это уже наглядный показатель был, в какой нищете жили эти люди. Даже вот унитазы, которые с собой забрали эти люди, это говорили о социальном состоянии, о нищете этих людей. Вот лес и дома сжигали, рубили лес и дома сжигали. Я не думаю, что это делали обыкновенные люди. Я думаю, что это был управляемый процесс. Если внимательно изучать один из обращений президента Армении, то можно найти зацепки, что это был управляемый процесс. Это не бедные эти люди сожгли эти дома. А кто? Это был месседж на продолжительность конфликта. Потеряли суверенитет Армении. Вопросы в Армении не решаются. Вот смотрите сейчас митинги, что там творится. Они внимательно следят, что говорит Путин, что говорит Соловьев. Боже мой! Они как бы между двух камнями. Соловьев другое говорит, Путин другое говорит. Так мы не понимаем, что делать с Пашиняном. Надо сесть с Ситфаном Алиевым. Без минской группы ОВСЕ. Без российских миротворцев. Без российских миротворцев.